Кто может сказать правду? Я обещал довести до конца, до уголовного дела, до отставок, до вмешательства президента России ФСБ Бортникова. Кто может рассказать в ответ на ту хрень, прошу прощения? Именно так. Я об официальном ответе компании Алроса. Полная хрень. Кто может дать анализ того, что случилось на руднике Мир? Напомню, рудник Мир, вокруг него город Мирный, ради рудника построен город Мирный. Город Мирный это было открытие города и рудника, самые крупные алмазы. Там, на руднике Мир, это были события в жизни Советского Союза. Такие же события, как и полеты в космос космонавтов. Когда доставали алмазы огромные и Дебирс потеснили мы, Советский Союз на мировом рынке, монополисты, алмазную компанию Дебирс, южноафриканскую. И вот рудник Мир вместо подушки безопасности, 120 метров сделали подушку 50, пришли профессионально, мое предположение, не только мое, сейчас услышим одно мое интервью с великим человеком. Пришли профессионально негодные люди. Сергей Сергеевич Иванов, больше известный как сын Сергея Борисовича Иванова. Кем не был только Сергея Борисовича, вице-премьером первым, главой администрации, министром обороны. Вот у него сын Сергей Сергеевич. Молодой человек, который не постеснялся. Да он много чего не постеснялся. О своей близости к Путину. Не буду я цитировать какие-то вещи, не хочу. Даже ни у кого цитировать. Не буду. Личное. Но не постеснялся Сергея Сергеевича. Ни дня не проработав в горном деле, возглавить одну из крупнейших компаний нашей страны. Итог. Через полгода, уже через полгода, даже чуть меньше после его пришествия Сергея Сергеевича Иванова, других его заместителей. Там только один Соболев профессионал в его окружении. Итогается, есть вопрос. Они затопили тот рудник, которым так гордился Советский Союз. И который давал огромную прибыль нашему государству погоду. Просто затопили. Он не подлежит восстановлению на самом деле. Кто может об этом рассказать лучше, чем мы, журналисты, читая всякие справки, включая официальный ответ Алроса? Я нашел такого человека. Владимир Венедиктович Пескунов. Президент Российского Алмазного Союза. Всю жизнь он горнодобытчик. Всю жизнь в городе Мирный. Работал в объединении Якут-Алмаз, в том числе 8 лет генеральным директором. Был первым стрелем горкома в ЛКСМ в Мирном. Первым стрелем горкома партии в Мирном. Возглавлял город. В 1992 году стал вице-президентом компании Алроса. Алмаза России Саха. Потом долго был начальником управления водрагметаллом, драгкамням Министерства промышленности. На повышение пошел. Советником председателя Совета Федерации. Он президент Ассоциации промышленников-предпринимателей России. ВИЦ-президент Российского Союза промышленников-предпринимателей. Член Президиума Федерации товаропроизводителей. Член Инженерной Академии Российской. Но самое главное, президент Российского Алмазного Союза сегодня. Очень честный человек. Путина, мое предположение, обманули просто как пацана. Кто? Компания Алроса. Почему? А чтобы избежать личной ответственности. Когда-то Березовский говорил Путину, для тебя, Володя, главная опасность исходит от своих. Вот свои. У них дети подросли. Эти дети сегодня детки. Ротенберг. Или Рогозин-младший. Что он сделал, сын Рогозина, Дмитрия Олеговича, с Воронежским авиационным заводом. Причем при жизни Великого Новожилова. Крупнейшее, головное предприятие фирмы Илюшина. Воронежский завод. А что он превратился? При генеральном директоре. Рогозине-младшем. Или Сергея Сергеевича Иванова. Вот запись моего разговора. Точнее, не записи. А мы сейчас сделаем эту запись. Эту запись я обязательно отправлю президенту Российской Федерации. Уважаемый Владимир Венедиктович. Да. Добрый день. Добрый день. Андрей Караулов меня зовут. Есть такая передача. И вот и мне приятно с вами говорить с президентом Российского Алмазного Союза. Я хочу попросить вас об интервью, потому что меня, всех наших зрителей, беспокоит, конечно, судьба мирного. И хочу понять, что же произошло на самом деле с рудником Мир. Доложило ли Путину Алроса правду о причинах его гибели этого рудника и затопления? Я сразу комментарий внесу, чтобы потом время не тратить. Значит, то, что касается новой Ивановской Алросы, я вообще не в курсе дела. Они меня не приглашают. И я практически сам не лезу туда, потому что, ну, обидно слушать и смотреть, что там творится. Я понимаю, но меня волнует, что случилось с рудником. Ведь рудник Мир – это национальное достояние. Ну, не мне вам говорить. Человек, который работал там всю жизнь и создавал это все. Ваша оценка как специалиста. Вот только это меня интересует. Ну, там же вы просто сами сказали в своем интервью, я его так просматриваю. Что надо было просто выполнять формулу, откачивать воду. Все. Целик 45 за 6 метров, как вы называете его, он практически достаточно был бы держать, если бы откачивали вовремя воду. Прекратили качать, все это. Вода всегда найдет дыру. В земле, в разломах, там, а у нас этот рудник карьер, мы его отработали на глубину 520 метров открытым способом. Таких нет глубин в мире, никто не отрабатывал в карьере. Значит, естественно, там есть и разломы, там есть и геологические всевозможные неприятности. Там два водоносных горизонта подрезают его на высоте 180-400 метров. Ну и так далее. Вода минерализована. Там неприятности с водой мы всегда очень много ощущали и выполняли все системы, которые позволяли нам работать безопасно до глубины 520 метров. Там очень сложно было гидрологическое сооружение. Гидрозащиту мы построили, так сказать, стакан, опустили на глубину 520 метров. Бетонной стены, ну, стакан, будем говорить, 30 метров. Это позволяло нам бороться с водой, так сказать. Но откачка, которая на конце осталась, она обязательно должна была быть. Потому что даже эта бетонная стена, она не давала нам 100-процентной, так сказать, гарантии. Там 5-7 процентов воды все равно в карьеру просто отшел. Поэтому, как только вот этот целик оставили, значит, 45 метров, практически там много было мнений разных. 120 метров вы называете, я уже эту цифру не помню, кто ее там мог в проект поставить. Обычно начинали мы обсуждать 40 метров. Этого кляпа нам достаточно было при наших системах осушения. А горные дела, они не допускают никаких отклонений. Как только отклонения где-то допустил там или авар, или выв. То есть пришел, я правильно понимаю? Это правило технической эксплуатации. Очень серьезная книжка, которую на зубок надо горнякам знать. Значит, там прописаны все случаи аварий, которые бывали когда-то у нас в Советском Союзе и так далее, в горном деле. Недаром специальность горняка называется горное искусство. Так что практически здесь банальная штука. Качай, качай, качай. Качать воду надо было. Это просто профессиональная непригодность Сергея Сергеевича Иванова и компании менеджмента. То, что вы говорите... Ну, понимаете, на горном предприятии обычно назначают горных инженеров, генеральным директором. Ну да, ни черти кого. Я специальным директором 8 лет, так сказать. Ну, по специальности горный инженер-электромеханик. То есть и горняцкая, и механическая работа, так сказать, по правилам технической эксплуатации я мог делать. А с точки зрения осушения, это сложнейший рудник. Мы построили русово-хранилище в 17 километрах от Мирного. На 520 метров обурылись. Есть карьер глубинными скважинами, так сказать, большого диаметра. И собирали в коллектор эту воду и откачивали ее туда. Там большое водохранилище, рассово-хранилище на 25 миллионов кулок. Ну, как сейчас эти системы работают, я не в курсе делаю. Естественно, давно было это. Но тогда мы обеспечивали нормальную работу и убирали все не реализованные воды, которые очень вредно, так сказать, подсекают тело карьерами. Скажите, Владимир Леонидович, если президент Путин пригласит вас, вы готовы рассказать ему правду о подлинных причинах затопления рудника Мир? То есть вопиющая безграмотность руководящего состава менеджмента. Вы же читали ту... Понимаете, мне уже 80 лет, и я обычно сейчас уже никуда не хожу и нигде никаких комментариев не высказываю. Понимаю. Но высказывался за всю свою жизнь, я все время работал первым руководителем и района, и горкома партии там и так далее. Поэтому не хочу сейчас комментировать. Понимаю. Последние 8 лет, ну не 8, но может быть 10, вообще странное назначение. Более чего? После меня, так сказать, было 8 президентов. Ну, сейчас они генеральный директорат. Да. И ни одного профессионала. Удивительно. Поэтому здесь накопилось это вот за этот слой 8-летний довольно много всего, потому что когда человек не знает, что такое горное дело, а это основная наша работа, я вам скажу так, мой карьерный ряд работал на 520 метров, я пригласил, ну не покойник отца, а Стабуниверска, министра угольной промышленности исчезает, Михаил Иванович. Да. Он приехал к нам, вышли на смотровую площадку, а он мне крестный отец. Он у моего отца горняка работал, вот так сказать, начинал работать свою деятельность, механика участка. Он говорит, слушай, Володя, вот у меня нету шляпы, я бы сейчас ее съел на твоих глазах. За такое искусство отработать карьер, потому что карьер очень сложный с точки зрения там слабые и лесниковые породы, они вечно сыпятся, отсыпаются. Много-много проблем, кроме воды. Поэтому здесь на последнем этапе отработки вода осталась, так сказать, которую нужно было просто откачивать, тупую просто откачивать. Прекратили откачку, все, вода нашла свои дыры и ушла. И нет рудника. Просто понимаете, вот на самом деле я считаю, Путин, конечно, сам виноват, что он означает деток этих вот, Сергей Сергеевича, больше известного как сын Сергея Борисовича, на такие посты, как президент Алросы. Но то, что в ответ эти ребята, мое предположение, мордуют Путина и объясняют ему, как Потанину в Норильске, что во всем виновата вечная мерзлота или еще что-то, и они пришли уже на проблему, а проблема была заложена там 20 лет назад до них, до Сергея Сергеевича, поэтому рудник оказался весь в воде и восстановлению не подлежит. Они даже сказали Путину, что вернут рудник через несколько лет. А это невозможно, мы с вами понимаем. То есть они обманывают, мое предположение, президента Российской Федерации в наглую. Путин не горняк. Бред пишут вместе с Ростехнадзором. Ложь множится, закольцовывается. И в итоге, а в итоге погибли люди, 8 человек, там на руднике. Момент затопления. И никакой надежды нет, что Алроса поднимется при таких начальниках. Они же там, у них одни убытки сегодня. Вот меня что возмущает по-настоящему. Это же моя страна, у меня другой-то нет. Мне зачем Сергей Сергеевич такой в Алросе? С этими юристами, которых у него в 11 замок. Говорю, что это уже восьмой. Восьмой, да. Для меня я пришел в 91-м году, значит, с должности поднял алмазодобычу в самую высокую в мире. Мы вышли на самую высокую добычу в мире алмазов. Заняли первое место, подвинув такую фирму, как Дибис, которая сто лет правила алмазным миром жирного шара, так сказать. Ну вот, после этого все началось. Но ни одного профессионала. И председатель наблюдательного совета, а наблюдательный совет все-таки руководить тоже, так сказать, коллективно производством. Ну, тоже, значит, Силуанов. Он горняк, он не специалист. Ну, что он понимает-то в этом, Силуянов-то? До этого был Кудрин. Еще один горняк. Чего он понимает? До этого был Чубай в свое время, так сказать. Еще один горняк. Ну, все хотели алмазодобычность в руки свои взять. Ну, деньги же какие, конечно. Конечно. Что будет дальше-то, если Алроса остается в этих руках? Вообще-то они все затопят, ваше предположение? Я всегда считал, считаю и буду считать, что первым руководителем должен быть профессионал. На каких предприятиях? Там где-то пускают ошибку в кадрах, там взрывы, там затопления, на шахтах угольных и прочее. Моя семья, так сказать, папа, мама и все родственники там, дяди и так далее проработали в угле 300 лет. Поэтому высочайшего класса профессионализм всегда брал верх в руководстве горным делом. Любым. Я обязательно обращусь к Александру Бортникову ФСБ. Изложу все, о чем мы с вами говорим. Мою версию происшедшего. И, ей-богу, у меня просто желание дойти сегодня до спецкоммутатора. У меня есть телефон Путина. Спецкоммутатор, который особый телефон. Его нет в книжке ни в одной из вертушек. И все-таки отправить ему все эти материалы прямо на стол. Потому что, еще раз, это Алроса. Это компания для страны, страны образующие. Даже не градообразующие, а страны образующие. Скажите, о Мирной. Как теперь? Я создавал в свое время, я 8 лет был. До меня еще три директора было. Да. Которые начинали с нуля и так далее. Отечественную, алмазодобывающую промышленность. Отечественную. Не просто какой-то рудник разработали. У нас была, значит, более серьезная трубка удачная. Ну, к сожалению, закончились там открытым способом запаса сейчас. Работает подъемка. Айхау, так сказать, интернациональная. Ну, в общем, полно было предприятий, которые обеспечили нам первое место в Универе подобную силу. А вы в курсе, что они продали, Алроса, весь пенсионный фонд, который вы лично создавали для Алроса, для его сотрудников? Я все в курсе. Ну, а преступление-то какое? Просто продали и все? Нет больше особых пенсий? Ну, разве только это, а социальную базу создали. У нас было два санатория только наших собственных на берегу Черного моря. Все продали. У нас было до 3000 семей мы отправляли в Анапу, наше там хозяйство было, детей с мамой. Бесплатно. У нас было 15 договоров со всеми крупными санаториями, значит, Кавказа и Черноморья, куда люди ездили действительно поправить свое здоровье. Ничего себе нет. Ну, что? Ну, в этом я ничего не могу помочь. Да не только это там. У нас и профилактория были, но у нас была программа здоровья составлена с академиком Казначимовым для коллектива. 63 тысячи рабочих было. Коллектив. И мы добились таких условий работы, что текучесть кадров в Алмазах, это очень сложное горное предприятие, было 4%. Назовите, в стране, вообще в стране, чтобы было 4% текучесть кадров, это или на пенсию уходят, или умирают. Других увольнений практически не было. Вот такой коллектив был. Что теперь будет с городом мирным, скажите, пожалуйста? Горнообогатительная фабрика закрыта, рудник затопили. Где людям работать? Как городу жить? Там негде. Это была главная моя большая боль, когда я был директором, и до меня директора были, организовать какую-то диверсификацию производства, для того, чтобы на случай, ну не только вот такие случаи, как этот случился, а, ну, мир в Прибрежье цену уронил на нефть, и мы поплыли, поскольку у нас экономика была на нефти и газы. Так и здесь. Ну, на алмазы, что такое 5 миллиардов там, 10 миллиардов алмазов в мире? Ну, уронили бы на 2-3 миллиарда, и мы бы тоже поплыли. Поэтому мы все время думали, а что же организовать там, какое производство? Ну, начали заниматься нефтью, газом, сейчас продолжает наше начинание разрабатывать нефтяные месторождения, но без волоса. Ей надо заняться было там, и никого не пускать в этот регион, она крупная компания, она бы могла и нефть там организовать, закупили в Америке нефтеперерабатывающий завод, привезли сюда, в свое время, так сказать, смонтировали его, и так они запустили. Ну, это уже проблема без меня, но, тем не менее, мы хотели развивать направление для того, чтобы диверсификация была в объединении. Она сегодня способна любыми направлениями заниматься, но только те, которые дают пользу предприятию. Вот, что я вам скажу по этому поводу. Меня больше всего возмущает, что Алроса пишет мне, да, подумаешь, рудника нет, но те, кто раньше были горняки, теперь могут добывать нефть в тундре, в компании Роснефть, и добывать газ. Вот как. Вы как им работать все равно где, а это та же самая профессия, добывать нефть, что и добывать алмазы. Ну, как к этому относиться, бреду, скажите мне. Они официально мне бумагу прислали такую, Алроса. Понимаете, там много в Риаде ходит по интернету и так далее, там, да зачем нам эти рабочие квалифицированы, вроде бы мы вахтой обойдемся. Вахту вообще придумали для нефтяников. Скважина 18 человек. Вот можно, так сказать, завозить 18 человек, а здесь десятки тысяч человек. Куда? Откуда? Мы пробовали вахту строительскую. В свое время все же построили бы сами. У нас строительная арбентация была могучая, 24 тысячи человек. Мы сами все строили, и фабрики, и карьеры, и все города, и поселки. Четыре города все-таки обслуживали, и 40 поселков. В нашем было, в нашей географии. Поэтому все время работали на созидание. Но сейчас задача другая, поэтому... Да, деньги, деньги, деньги. Спасибо вам за этот разговор. Я очень уважаю вам и признателен за те факты и те вещи, которые вы сказали. Будем дальше искать правду, что же остается-то. Да, правда, эти ребята все нафиг загубят и потопят мое предположение. Все. Ничего не оставят в живых. Спасибо. Путин был у нас трижды. Поэтому это действительно... Все первые руководители... Косыгин был, так сказать, удаст. Значит, ну, Путин, Ельцин был. Ну, первые руководители все были там. Да. Потому что это действительно была отечественная у нас добывающая промышленность. И теперь этого нет. Мы еще разговаривали. Да. Спасибо вам. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.